Двое соседей в Тракторозаводском районе не поделили парковочное место, в результате чего один нанес другому несколько ударов по голове. Потерпевший доставлен в больницу с серьезными травмами. Все подробности в ежедневной сводке от сотрудников пресс-службы ГУМВД России по Волгоградской области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Держинский отдел полиции обратилась 84-летняя пенсионерка. Женщина сообщила, что оказалась жертвой преступления. Днем на ее мобильный телефон позвонил неизвестный человек и под предлогом непривлечения ее внука к уголовной ответственности мошенническим путем завладел деньгами в сумме 50 тысяч рублей. Пенсионерка передала свои сбережения незнакомцу в подъезде собственного дома. После того, как незнакомец ушел, пожилая женщина позвонила родственникам и поняла, что ее обманули. Полицейские тракторзаводского отдела полиции ведут поиски преступника, который под предлогом размена денежных средств обманул несколько продавцов-кассиров в торговых сетях. Мужчина, на вид которому 40 лет, войдя в магазин, обращался к продавцам с просьбой разменять его крупные купюры на более мелкие. Отвлекая и запутывая продавца, он уходил и со своими деньгами, и с разменом. По данному факту возбуждено уголовное дело. Уважаемые граждане, будьте бдительны. Участились в случае мошенничества со страховыми полисами. Пытаясь сэкономить и приобрести полис автострахования, люди попадаются на уловки аферистов, которые продают поддельные полисы. Также автомобилисты пытаются приобрести их через сеть интернета и обращаются не в официальную страховую компанию, а прибегают к услугам частных лиц. В результате чего теряют свои деньги, не дождавшись полиса. Обо всех происшествиях сообщайте в полицию по телефону 02 или 102 с мобильного оператора любой сети. За минувшие сутки на территории региона зарегистрировано 141 преступления. 90 из них раскрыто по горячим следам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...